Всем привет, в эфире онлайн шок. На связи меня как всегда зовут Евгений Рыбов, хотя сегодня не как всегда четверг, а как всегда среда, но тем не менее решили выйти к вам в эфир, потому что гости прекрасные подобрались, а завтра они к нам не могли. А я расскажу. Прекрасная, красивая, замечательная пара. Эти пары ко мне зачастили. У нас меняется немножко профиль передачи, скоро будет такая семейная передача. Актриса театра и кино Александра Ревенко, многочисленные аплодисменты. И наш большой друг, музыкант лидер группы Tesla Boy и человек, который тоже потихонечку переходит на сторону зла в кино. Все чаще и чаще мы его там замечаем. Антон Сивидов. Привет. 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 Да, да, как-то все. Раз в кино, два в кино. Сейчас вот я слышал, возможно, три в кино уже. А там уже и четыре. Неплохое название для фильма. Друзья мои, значит, когда мы готовились к встрече, я искал интересные факты про вас. Боже мой, про обоих сразу? Да. Есть одна деликатная тема. Давайте сразу просто, ну потому что она обязательно выплывет, поэтому сразу мы про нее поговорим, чтобы потом не возвращаться. Банковский счет в Швейцарии? Нет, это мы отдельно потом. Хорошо. Ретроградный Меркурий. Ретроградный Меркурий. Я знаю, что вы как бы, ну, следите за транзитом планет по небосводу. И сейчас же как раз вот он все же на него сваливает, сейчас же, насколько я понимаю, как раз он. Да, он сразу как закончится, буквально пару недель. Расскажите, пожалуйста, про это. Чего нельзя делать во время ретроградного Меркурия? Ну вот сейчас нельзя совершать никаких покупок, никаких важных решений, сейчас точно нельзя принимать. Всем советую следить за ретроградным Меркурием, за Олей Осиповой. То есть просто едем на фестиваль, слушаем хорошую музыку, танцуем, ничего больше не делаем, да? Ну, надо быть всегда осторожным. Мне очень нравится, когда в прогнозах пишут, сегодня постарайтесь ни с кем не ссориться. Но каждый раз, когда я это читаю, я действительно об этом думаю, что вот сегодня... Так, Саша, перестань. Сегодня нет. Сегодня отложу на завтра. Завтра он у меня пал. Техника не сломается у нас сегодня, ретроградный Меркурий, на технику как-то? Вообще как-то надо готовиться отдельно к интервью, к съемкам, когда ретроградный Меркурий. Я столько про это слышал. Да. Просто как только что-то плохое сразу, это ретроградный Меркурий. Ну, конечно. Да? То есть это все правда, да? Это правда. Я не знаю, как вообще... Очень удобно. Как мы дожили. А он в какие-то определенные мгновения жизни, или можно в любой момент на него свалить, потому что в любой момент жизни Меркурий немножко, но ретроградный. Еще вы могли родиться в ретроградной Меркурии или не в ретроградной. Если вы родились в ретроградной Меркурии, то вам все не так страшно. А, это как привитка. Да, это уже знакомая энергия ретрограда. А если нет, то... То немножко сложнее. Ретроградный спутник называется. Два. Ретроградный спутник два, да. Да, я понимаю. Друзья мои, я выяснил, что ретроградный Меркурий продлится до 24 июня, поэтому еще надо потерпеть немножко и ничего в это время стараться вообще не делая, только слушать хорошую музыку, смотреть... Только Павла Санта же. Хорошие сериалы, а он... Павла Санта. Палочки такие. Пожалуйста. Такие деревянные палочки. Я знаю, едят которыми суши. Нет, другие. Я... Их надо поджигать, пространство чистить. А, для запаха, которые... Как они называются? Пало Санта. Пало Санта. Это не такие, которые благовоние. Я бы показал, Саша, я подумал, мы сейчас про маятник Фуко будем разговаривать. Просто именно так я хожу по квартире. А, вот это... А, Саша, я со спичкой. Я спичку зажигаю. Он говорит, выключай, пожалуйста, туши, туши. Вообще много всего интересного уже я узнал. Я просто, вы заметите, да, я сижу слушаю... Как мы живем. А вы же вместе, да, на одной территории? Получается, что так. Да, кажется, да. Интересно. Кажется, мы уже вместе. Об этом больше... Ну, просто, ну, это интересно. Это интересно. Ну, правда. Действительно, к нам часто пары как-то зачастили в последнее время, поэтому у нас есть вопрос для наших зрителей, нам любопытно. Как вы познакомились со своей половинкой? Ну, или как обычно, можно сказать, я сам нет, а вот мне рассказывал, брат просил рассказать. Варианты такие у нас есть. Мы были долгое время друзьями, потом разглядели друг друга и стали парой. Второй вариант. Мы были долгое время врагами, потом поняли, от чего это мы, и стали парой. И третий вариант. С первого взгляда не были мы ни друзьями, ни врагами, увидели и сразу поняли. Возможно, у вас какие-то есть свои варианты. Пишите, нам интересно, как вы, наши зрители, познакомились друг с другом. К вам тоже, кстати, будет такой вопрос от наших зрителей. Как вы, как кто кого нашел, но чуть позже. Это Антон Олегович. Поговорим, собственно, да, про отношения, поговорим про сериал «Содержанки», первая серия которого, кстати, сегодня стартует на видеосервисе «Старт». Первая... 10 июня. А, была уже. Была первая. Была уже на видеосервисе. Ну, третьего сезона, да, ты сказал, первая серия. Третий сезон, секундочку. Вот уже. Ну, фрагменты много где уже были, сейчас мы всякие разные будем разговаривать. Да, у вас тоже есть. И в конце программы очень, надеюсь, Антон нас порадует. Споет что-нибудь, сыграет, какая-нибудь музыка, ну что-нибудь. Если захочешь. Не захочешь, я спою, сыграю. Я всегда хочу. А ты, ну, для наших же зрителей, так он и лучше. Лето, за окном, если вы заметили, пока добирались к нам сюда. У тебя есть прекрасная песня со словами, цитирую, «Мы обязательно уедем на море». Да. Да. Как часто за время пандемии повторяли вы эту строчку в качестве мантры и вообще какие планы на лето? Давайте пошутим, как бы повеселим наших зрителей и Роспотребнадзор. Я верю песне, я верю просто, слепо верю Антону и его песне. Антон, как думаешь? Ой, я вот на самом деле каждый раз, когда, ну, я исполняю на концертах эту песню, я, ну, смотрю в глаза, в лица людей, да, и вижу, что, ну, то есть я и сам верю, но, как бы, когда я смотрю на лица людей, которые поют, в общем, действительно, видимо, куда-то это в какую-то часть сердца очень попадает. Да, да, потому что, ну, действительно, так искренне всегда это поется хором синхронно, поэтому, да, надо ее почаще как-то, почаще... Может, правда, сработает? А трансформировались эти вот грустные щенячьи глаза у зрителей? То есть, ну, еще два-три года назад мы обязательно уедем на море, ну, уедем, уедем, что петь-то об этом, мы все уедем на море. И вот с этого года прям, да, прям... Да, мне кажется, да, мне кажется, действительно, с какой-то новой, скажем, с новой интонацией она звучала. Понимаешь, как заиграла? Да, 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 абсолютно точно, это правда, и сейчас это все больше и больше приобретает какое-то более такое, скажем, более ценностное... Вот, вот это. Я вот прям со сознанием дела теперь подпеваю на стереолето, я подпевала позавчера. На самом деле, планов никаких на лето у меня нет, не знаю, как он знает. Если у Антона... Саша никуда не собирается, ты, как бы, неизвестно. Я, кстати, видел на... по-моему, это один из последних был концертов, вот, которые мы играли, там, где-то неделю назад, и просто у меня так взгляд, как бы, упал на девушку, которая, она, ну, видимо, прям уже совсем, как бы, так расслабилась на концерте. И я обычно, ну, выступаю в ушных мониторах, поэтому не всегда слышу, да, акустические первые ряды, а здесь я, как бы, вынул один наушник, и мне было, ну, чтобы специально слышать толпу. И одна девушка очень забавная была, она прям, ну, чуть ли не со слезами, она говорила, мы обязательно уедем на море, вот, прям вот так. Пожалуйста. Да, да, пожалуйста, поэтому... Просто по кругу пойте эту песню, все, и глядишь, действительно. Я вот думаю посмотреть на Бухту Радости. Какая-то, очень много пляжей в Подмосковье. Да, это правда. А я не бывала там, вот, поеду изучать. Ну, посмотри. Там, кстати, четыре пляжа, они все рядом на Пироговском водохранилище. Одна звезда, две звезды, три, соответственно. Да, три. Да, много отзывов. Да? По 400, и пять звезд, практически пять звезд. Главное, не все сразу. Вот сегодня сказали, что не справляются курорты России с наплывом туристов почему-то, непонятно. Да. Как-то надо на смены. Первая смена, вторая смена, как в лагеря. Александр Гуртовой спрашивает, как раз, вот, примерно об этом. Если вы не можете договориться, куда, к примеру, поедете отдыхать летом, или какой выбрать фильм посмотреть, как вы приходите к компромиссу? Я соглашаюсь с Антонией. Неправда. Нет, я правда соглашаюсь. Давай, давай, рассказывай, рассказывай. Ну, это, конечно, враньем. Мы звоним маме. Чьей? Моей. Так. Ну, да, к сожалению, моей уже невозможно позвонить, да. А, да, звоним Сашиной маме, да, и она действительно нам помогает. И мама говорит, Саш, а ну тебе надо, ну согласись ты с ним. Не, на самом деле, у нас вообще так устроено, что мы, если мы чувствуем, что вот, как бы, желания сейчас, в данный момент, ну не совпадают, это, ну это нормально. Абсолютно. Абсолютно. Мы вообще как-то пытаемся организовывать, как бы, скажем, такой, сепаратный мир. Да, суть может быть раздельна, это правда, проверено. И мы абсолютно вообще нормально, то есть у нас нету, скажем так, страсти. Все делать вместе. Приверженность, да, вот, да, что вот мы сейчас пойдем туда вместе. Если будем из дома, то вместе. Саша, я забыл тебе сказать, я пойду сейчас. Вот. Вот не вот это вот, обязательно спать ложечкой, можно иногда, как бы, раскатиться. Не, не, наоборот, мы в этом даже, даже, вот я, честно говоря, даже испытываю определенное чувство, как бы, интереса в этом, потому что, например, проходит день, я занимаюсь своими делами, там, где-то, да, студии, репетиции Саши, у нее репетиции, там, спектакли, или она куда-то ходит, какие-то встречи. И потом в конце дня, когда мы встречаемся, мы как будто мы начинаем друг другу рассказывать, и это очень интересно, что же произошло за день, вот, то есть, как бы, есть что, есть о чем поговорить. Вот, это все хорошая очень штука. Ну, и в конце концов, потом Саша просто соглашается с тем, что, да, твой день был интереснее, рассказывай. И звоним маме. И звоним маме. Маму на пять. Саша. Не, мама всегда на стороне Антона. Да, это правда. Мне даже как-то неловко, честно говоря. Прямо. Саша, мама всегда, всегда за меня. Вот, вот, пожалуйста, вот как должна выглядеть. Ну, Шантош очень добрый, это правда. Ну, это, ну, видно. Он все разрешает. Как бы, тебе купили свой телевизор? Иди смотри. Как вы самоизоляцию, кстати? Ту. Ту еще. Ту первую. Да, очень много пар просто рассталось, и, правда, я готов в памятник поставить тем, кто... Ну, это было непросто. Это было непросто. Да? Да. Я уже не помню, если честно. Что-то новое друг о друге узнали. На самом деле... На самом деле... На самом деле, вот так прям сказать, что нового чего-то мы узнали, наверное, нет. Но, нет, естественно, мне кажется, вообще все люди, да, которые находились в самоизоляции, они, конечно же, ну, все испытывали определенные такие психологические изменения. То есть психика вообще, ну, у всех была перегружена жестко. И, конечно, в какой-то момент это был... Это был... Вот это я запомнил, что, значит, был момент, когда был скандал с Региной Тодоренко. Да, да, да. И все начали очень активно это обсуждать. Ну, естественно, мы тоже с Сашей, ну, мы здесь дома... Тоже прессанули Регину. Не, мы читаем... А за Джиганом как мы следили? Мы следили за Джиганом. Ну, я переживала. Вот, и мы, значит, начали это все читать, и я помню, что, то есть, ну, мы в какое-то действительно уже в какое-то вот, ну, выскаженное такое состояние какое-то психологическое попали. И в какой-то момент мы просто поняли, что надо вот отключиться от соцсетей, от всего, потому что, ну, уже было невозможно. Потому что уже как бы, ну, грань между реальностью, как бы, твоей внутренней и вот внешним миром, она уже была абсолютно размыта. Но потом как-то, слава богу, уже можно было выходить на улицу, мы стали бродить, выходить, гулять вот этот километр, или сколько там можно было, вокруг дома. Собственно, вот здесь недалеко, да, по старой Басманной, прекрасно. Выносили мусор, радостно очень, как и все. Вот так вот, да, вот так вот, крутя вот пакет, да, вот так над головой. Так что, нет, но это было, да, это было, конечно, непросто, потому что в одном пространстве, ну, тяжело очень находиться. А у меня еще так получилось, что Сашка прилетела как раз из Берлина, где у него была премьера, да, была премьера спектакля. Я посидела одна еще на карантине, две недели до общего карантина. То есть у нее получалось, там, больше месяцев. Антонка ко мне присоединился через неделю, нас проверил участков несколько раз. Да, прям. А я только закончил запись альбома Андропов, и то есть я как бы эмоционально вообще, я вот все, что у меня было, я как бы выплеснул. И тут меня говорят, ну, молодец, посиди дома. Вот, ну и с одной стороны, я подумал, что даже здорово было, потому что, ну, точно пару недель можно было расслабиться. Вот, ну, а потом, конечно, уже было тяжело очень. Потому что вот, ну, тяжело без прогулок. Вот я лично страдал из-за того, что нельзя просто пойти и пройтись по улице. Потому что я очень люблю гулять и так далее, и так далее. Лариса Егорова, ну, собственно, вот то, о чем я говорил вначале. Александра, расскажите, как вы познакомились с Антауном, чем он вас зацепил. А потом версию Антона выслушаем. Я закрываю уши. Да, пожалуйста. Мы познакомились в театре на фертакле. Я была на сцене. Антон был зрителем. Я еще играя, заприметила его. Я думала, что это иностранец. Красотой неземной меня Антон поразил. Я и не знала, что он певец, если честно. И не знала про группу. Просто красивый зритель. Просто очень красивый зритель. Мужчина. Зритель-мужчина. Классная история. Да, я в конце взяла его за руку. Там у нас такое с ним летнюю ночь. Такое было взаимодействие со зрителями. Мы брали зрителей за руку и вместе крутили сцену. Вытащила меня. Я вытащила его. Но мы не... Это как бы было... Такое у нас было первое знакомство. За руку, так сказать. Это хорошо. Рукопожатно. Очень хорошо, да. Вот. Без слов. И тут он заговорил на русском внезапно. Нет, я вообще не знала. Но я запомнила. А потом пару сообщений непрочитанных в соцсети. Одно я увидела. Ну да. Не, на самом деле... Так все и было. Дело в том, что, конечно, ну, осознание там того, что вообще... И вообще тогда предугадать то, что мы вообще вместе мы, естественно, никто не мог. Меня просто поразила, конечно, ну, то есть актерская игра, красота Сашина. И как бы это все вместе, да. То есть и сам спектакль очень крутой. «Сон в летнюю ночь». И я просто, ну, абсолютно искренне написал... Ну, нашел в фейсбуке... Абсолютно искренне нашел имя, фамилию. Вот. И написал слова благодарности. То есть вообще без каких-либо задних мыслей. Мне тоже просто понравился внешне. А потом... Подожди. Да, да, внешне. Хорошо. Ну, как я могла... Ну, конечно, я увидела твою душу насквозь. Ну, ладно, хорошо. Все, да. Так, так было. Древние, да. Так было, да. Ну, встретились мы нескоро после этой нашей первой встречи. А сколько прошло времени? Ой, много месяцев. Полгода где-то, да. Полгода. Ну, то есть мы... Да, полгода, на самом деле. Мы просто, да, мы начали как-то так переписываться. И потом я просто, ну, для себя как-то начал ощущать, что меня это общение как-то, оно вот затягивает. Ну, то есть мне интересно. И как-то вот есть какое-то непонятное совершенно притяжение, да, скажем так. Как пела... Бофе это называется. Ну, подождите. Ну, что же вы сразу... Да. Ну, да. Как пела группа Виагра, да? Там не было притяжения. Там притяжения больше нет. Да. А мы как-то наоборот. Наоборот, да. У нас вот притяжение есть, да. Вот. И уже потом, конечно, через там несколько месяцев я понял, что нужно встретиться, чтобы прояснить для нас обоих вообще. Могу сказать, что до нашей встречи Антон Олегович уже, мне кажется, многое прояснил для себя. Да, потому как, когда мы уже встретились, я уже чувствовала такую основательность подхода. Подготовился. Была полная подготовка. Хорошо, это хороший знак. Я просто... Да, на самом деле, мне кажется, это и на карантин повлияло, что... Правда, потому что еще пять лет назад, когда мы встретились, ты был настолько основателен. Не то, что сейчас, да? Ну, ты очень серьезный, Антон очень серьезный человек. Ты готовился к карантину уже, понимаешь, за пять лет, да? Я вообще готов за икодепередачу. Все уже давно. Антон готов уже ко всему заранее, ко всему самому серьезному. Мне понравилось сначала. Во-первых, это оставляет надежду всем зрителям в зале. Я почему-то думал, что вот этот чудесный, замечательный прием у актеров и актрис, не представлять голыми, хотя это тоже забавно, а смотреть вот как бы поверх голов вот туда, да, и играть на заднюю стеночку туда. А оказывается, все-таки, да, как актрисы выцепляют... Можно рассматривать. Не, не, можно, да. ...интересных зрителей? Да. То есть есть надежда, что... Ну, в смысле, ваша история уже сложилась и прекрасна. У других зрителей в зале, что прекрасная, замечательная актриса тоже однажды их... Как говорит великая певица и деятель современности Ольга Бузова, шанс есть у каждого. Мы сегодня по таким... Виагра, Бузова у нас... Хорошо. А в конце все-таки споет... А в конце придет Достоевский и вообще расскажет, в чем смысл всего это. Люди из Питера приехали, понимаете? Да, да, да. Вспоминают своих Достоевский и Бузова. Да, это точно. Ну да же, проявляют там сборное. Да, да, да. Кстати, а используете ли вы творческий материал друг друга для развития, ну, опять же, друг друга? Там, может быть, ты учишь, не знаю, английский по песням, а ты, наоборот, какие-то актерские фишечки подворовываешь у Саши? Мне кажется, мы очень влияем друг на друга и повлияли. Ну, по крайней мере, я могу сказать, что я себя на сцене стал совершенно по-другому ощущать. И есть вещи, которые с точки зрения актерского какого-то мастерства мне Саша, ну, и подсказывал, и подсказывает. И они реально работают и реально помогают. Ну, и мне кажется, что мое какое-то музыкальное влияние на Сашу тоже есть. Я начала слушать музыку. Я раньше вообще не слушала музыку. Вообще, Антон, меня жизни нужно. Нет, ну, это неправда. Она слушала музыку, просто она, скажем так, она не слушала так много музыки, как стала... То есть у меня не было привычки наушники? Саша безумный, Супродонович просто. Нет, серьезно, я не шучу. Она встает и сразу включает плейлисты в разных серверах. Сейчас, да, да. У меня свои подборки. Причем, ну, она даже... Я иногда говорю, подожди, что это такое? Да, я уже начинаю делиться с Антоном музыкой. Что это за треки? Я написала ночью сегодня. Да, потихаря. Какая любимая музыка? Группу не спрашиваю, направление. Что нравится? Мне нравится... Что мне нравится? Электронная музыка мне нравится. Ну, спокойная, да. Электронная музыка для расслабления. Так она и называется. Я же допустил. Спокойная электронная музыка. Она электронная же, да, тоже. Электро-лаунж? Ну, да, это... Все равно это Индия, наверное, да? Ну, да, сейчас же это все очень размыто стилистически. Ну, скажем так, это, наверное, да, где-то что-то напоминает лаунж, где-то электросол, да, вот то, что называется. Ну, то есть такая современная, современная, да. Ну, хорошо. Современная, то есть с электроникой, но и с таким большим количеством живых тоже. Это здорово. Я хотела только сказать, как Антон меня жизни научил. Байка о том, как Антон Сашу жизни научил. Сейчас, можно я сяду нормально? Откровение, давай, давай. Достану цепь. Антон очень свободный, творческий человек. Как? И встретившись с ним, я поняла, что моя жизнь — это только моя жизнь. И только я могу в ней принимать решения. Это? Это он мне научил, Антон. За что мы пожелаем? Вообще, специально такого ничего не говорил, но круто, классно. Порвайте, может, коучинги, в принципе. Друзья, если вы хотите воспользоваться этой мудрой максимой, то тоже, в принципе, да, это же не запатентовано, за это не надо платить. Антон, кстати, очень классно рассказывает лекции. Он когда дает лекции про музыку, про музыку и жизнь, очень классно. Отличный лекарь. Сейчас мы все сядем, если вдруг, тьфу-тьфу, то можешь онлайн, кстати. Да, 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 да. Камерку поставил, как бы там, денежки на счет и рассказывай. Стартапик. Захвалили просто, захвалили. Иди, да. Правда? Кстати, а захвалили. О, вопрос, вопрос. А кто какой про второго слышал самый невероятный комплимент, который заставил прям загордиться? Вот ты что, про Антона слышала? Ну, подслушала где-то, внезапно прочитала. А ты про Сашу, соответственно. Вот услышала прям, да, это вот, да. Я горжусь всегда на концертах и на диджей-сетах. Я когда вижу девушек... Ну вот что рядом, шуршат что-то же какие-то? Когда девушки смотрят на Антона, плачут, поют его песни. Классный свитшот. Ладно. Эмоциональное вот подключение к творчеству Антона, я всегда очень-очень горжусь. И когда особенно какой-то диджей-сет, и девочки стоят около диджейки, это где Антон прям играет близко, я специально отхожу подальше и думаю, ну вот пока. У меня-то больше возможностей быть рядом, у меня совершенно нет никакой ревности, я только радуюсь и горжусь. Антон? Я могу сказать, что я очень и очень Саше всегда горжусь, когда прихожу в театр, да, смотреть, как она играет, потому что я вижу просто и чувствую вот эту энергию, которая идет людям, и вот это ее, как бы скажем, воздействие, да, сила воздействия ее игры на людей, и меня, конечно, меня это всегда очень впечатляет, это очень круто. Я, конечно же, всегда горжусь этим. Ну и из кино, наверное, то же самое, да, когда я фильм смотрю, хотя у нас была такая достаточно сложная история с тем, как я в начале наших отношений пытался разобраться с ревностью как бы не актера к актерской работе, это очень сложно. Была классическая история. Это, на самом деле, это была очень жесткая и очень сложная история для меня, ну и для нас вообще, вот, потому что, и потом, я когда в это погрузился, то есть я, в принципе, не считал себя никогда ревнивым человеком, но тут оказалось, что есть действительно какие-то просто, ну, на уровне даже инстинктов вещи, которые, ну, тебе надо проработать, ну, то есть, либо ты принимаешь, да, эту профессию, да, что у этой профессии есть, ну, определенные особенности, да, то есть, и действительно, как бы, человек часто играет любовь, да, и со всеми, как бы, грубо говоря, вытекающими последствиями, и человеку не актеру это очень сложно, очень сложно принять, да, и вот это для меня было таким, ну, большим откровением, и это было сложно. Ну, то есть, я полгода, ну, полгода я мучился, и даже мне пришлось поменять моего психотерапевта. Да, это было жестко, я принимал даже, я пил специальные, там, какие-то успокоительные таблетки, потому что у меня просто, причем это была не ревность конкретно к кому-то, а просто, ну, там, я видел, да, приходил в театр, да, я видел, что там, например, Саша играет какую-то любовную сцену и там какие-то объятия, и меня просто начинало, ну, просто трясти, да, то есть я себя прям ощущал каким-то очень ревнивым. А я еще поначалу не знала и очень старалась специально, как бы хотела показать все свое... Саша, да, начинала еще больше, да, наяривать, да. Я вначале не знала, но сначала молчала еще какое-то время. Не, ну, я думаю, ну, я же взрослый парень, ну, что я сейчас буду... Во время его представления. Это даже не было понятно, как это вообще человеку объяснить, что, ну, как бы, вы влюблены, начало романа, и ты сейчас будешь говорить, слушай, я что-то вообще не очень понимаю, как мне справиться со всем, чем ты занимаешься. Ну, то есть, по идее, это так надо было, да, сказать. Вот, но, слава богу, все это разрешилось только в момент, когда я сам был приглашен ребятами из Google Center играть в спектакль, где играла Саша тоже. И вот в этот момент это просто, знаете, вот как показывают в фильмах, да, в художественных, когда, грубо говоря, кого-то отпускают после чего-то, да, и человек, вот как бы, он вылезает из этого состояния, да, как из колодца. И такой, братцы, господи, оказывается, вот уже все хорошо. То есть, я увидел механику того, как все происходит, да, что на самом деле, ну, как бы, я не хочу, конечно, там, да, я не смогу разрушить никакую иллюзию, как бы, и театра, и кино. Но, но, тем не менее, когда актеры играют, да, на сцене, там очень много все равно, как бы, реально навыка, да, то есть, реально мастерства, профессионализма, то есть, реально такой пахоты, да, то есть, не всегда, где у нас создается иллюзия того, что на сцене происходит какой-то... Именно, чем больше пахоты, тем вполне иллюзия какая-то. Да, 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 или так, да, вот, и поэтому, когда я это все увидел, меня просто отпустят, то есть, я увидел, что это действительно, вообще, из другой точки это все делается. То есть, да, безусловно, случаются романы на площадках, об этом тоже многое известно, да, и многие пишут, и звезды встречаются там после съемок фильма, да, и начинают там встречаться. Все это, да, это не исключается. Он про других, про других. Да, это все про других. Я вспомню, как один раз очень давно один партнер по площадке сказал, ну, я встречался со всеми, с кем играл. Я так... Вот тут-то, как бы, мы тебя и остановим. Вот тут закончится твоя традиция. Правильно. Интересно, кто это был, Александра? Не будем называть имя. Было давно и неправда. Это было давно и неправда. Ладно. Проработано и совершенно неревнилось, сказал Антон. Проработано. Так, а будьте визу, можно таблетки? Антон, сведе, проработано. Где мой новопосит? Где успокоительное? Ну, раз уж мы про спектакль заговорили, как раз, хотел сказать, значит, премьера состоится совсем скоро в... 23 июня. Вот как раз дата. Театр на Малой Бронной. Да, Касан Сеевич Богомолов, режиссер. Дядя Лёва. Спектакль называется «Дядя Лёва», но я так понимаю, это «Покровские ворота». По пьесе Зорина «Покровские ворота». Вот то, что все видели в кино. Но кино это тоже по пьесе, там были с некоторыми изменениями, поэтому это не клон фильма, да? Ну, конечно, конечно, но это оригинальный текст. А уж зная Константина Юрьевича, не будучи знакомым с оригинальным материалом, с первоисточником, понятно о чем? Или там прям все очень... Конечно, мне кажется, это такая очень сильная провокация со стороны Константина Юрьевича. Ага, и в чем она заключается? В том, что это оригинальный текст. И на самом деле очень трогательный... Оригинальный текст Богомолова? Нет. А, оригинальный текст все-таки пьесы. Да, очень трогательный, искренний, ностальгический спектакль. Или очень душевный, теплый. Ты имеешь в виду, что... Ну, тебя это удивило. Прямо пока как не про Богомолова рассказываешь. Ну, на самом деле, получается, что... Ну, если я правильно понимаю, я согласен, что провокация заключается в том, что нету провокации. Вот в чем дело. Да? Мне кажется, да. То есть это прям классический спектакль, вот та старая Москва, любовь, отношения. Ну, можно сказать, что значит классический спектакль? Так, вот я просто сейчас могу дать маленький совет. Вот в эту плоскость с ними... А поздравляем с выходом спектакля, удачи на мой премьер. Это называется театральное айкидо. То есть вот стоит зайти вот на эту территорию, тут все как бы без шансов. Да, сейчас начнется, а что классический театр, не классический. Нет, вот просто мне как непрофессионалу, да, как обывателю со стороны, мне показалось, что именно неожиданность заключается в том, что действительно от Богомолова ждут какого-то там жести, какого-то трэша. Тут ничего этого нету, и это круто. Ну, то есть и в этом есть неожиданность, что это, ну, в общем, это в рамках классической такой академической театральной школы все сделано. И это интересно, правда. Круто. А кого ты играешь? Я играю Людочку, медсестру. Понимаю. Да, с Александром Водчим и Семчевым, он Хоботов играет. А вон Хоботов, замечательно. Да, Маргарита Павловна Рябинок, Костик Верник или Владимир Храбров. В общем, там у нас такой состав. Составчик-то прям прекрасный. Мне тоже просто, вот я видел, ну, фотографии пока, конечно, спектакля не видел, мне показалось, что это такая классическая. Я прям жду, на самом деле, следующего спектакля. Еще раз, с 23-го, 27-го, 30-го. Ну и дальше следите, как говорится, за расписанием. Да, на сайте Малобронна, и можно узнать всю подробную информацию. А Антона тоже мы выловили прям между гастролями, как говорится. Только что ты стереолетно-между фестивалями. Да, я такой, видите, немножко стереолетно-помятый. О, вижу, вижу. Ой, и у меня. Брослеты. Ой, и у меня, я тоже не снял. Ой, я вообще не хочу теперь снимать. И, соответственно, почему, собственно, мы сегодня и встречаемся, потому что послезавтра ты уже должен быть на дикой мяти. Да, будем надеяться, что все состоится. Во-первых, а состоится? Состоится. Мы уедем летом отдыхать. Состоится дикая мята. Я ПЦР сегодня ждала специально. А Андрей Клюкин, наш большой друг, мы пару лет назад проводили как раз поиски новых талантов, всегда поддерживали дикую мяту. Поздравляем, ты какой-то невероятный переговорщик. Все вокруг отменили, дикая мята каким-то нечеловеческим образом пока здесь и с нами. Ну, молодцы, что организаторы пошли на такие, как это сказать, решения по поводу ПЦР. Да, на входе у всех будут обязательно брать ПЦР, проверять. Я сегодня сдала тоже из бумаги. Можешь ехать на дикую мяту. Так что все будет соблюдаться, но ура. Да, 18-го числа у нас будет причем ночной сет, будет темно, будет очень круто. Соответственно, будет световое шоу, что для нашей музыки очень хорошо и очень важно. Производить дополнительный эффект в 0.30 на сцене, которая, по-моему, называется Титана. Под открытым небом, я так понимаю, все это, естественно. Да, небо решили не закрывать. В этом году решили, ну, как бы, кому надо без нас. Тульская область решили открыть. Так что, да, вот, а позавчера мы играли в Санкт-Петербурге на фестивале «Стереолето». Вот, тоже замечательная атмосфера. С Тесла Бой, с куртки Кобейна. Да, еще и, да, я на следующий день еще и с куртками Кобейна, да, с наш, проект нашего друга Шуры Би-2, из группы Би-2. Вот, поэтому, да, сейчас такой хороший... Насыщенный. Хороший, насыщенный, да, период, к сожалению, только не получается толком писать альбом дальше. Вот, это всегда, но это всегда такая, это большая проблема для музыкантов, потому что, когда нет концертов, ты сидишь дома грустно и думаешь, блин, нет концертов, а потом начинается концерт, и думаешь, блин, черт, альбом же писать надо. Да, в общем. Осенью же ты вроде говорил, что у тебя выходит, да? Да, я осенью планирую выпустить новый релиз, да, все верно. Что там, как, сколько новых? Можно 100, 200? Сейчас новых, ну, в работе прямо активно 7, но я думаю, еще добавится, ну, то есть набросков намного больше, ну, вот таких прям песен, которые, мне кажется, уже точно войдут, их 7 будет. Можно твоим лайфхаком поделить? Да, давай, 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 конечно, конечно. Ставьте дедлайны, не бойтесь ставить дедлайнов. Это опять из тренинга. Видимо. Ставьте дедлайны. Да. Потому что вы, правда, можете проводить онлайн-консультации уже, прям, если что, прям вдвоем такие прям. Я вот пока учусь у Антона. Ну, хорошо. Саша. Я. Да. А в одном интервью ты сказала, что тебя просто бесит нечеловечески, когда животных наряжают в человеческую одежду. Да? Да. Я так и сказала. В дурацкую. И выкладывают потом в соцсети и показывают. Это был единственный, да, вообще в моей жизни момент, когда я была готова оставить гневный комментарий. Вот. Но не сделала, это все-таки держалось. А меня бесит, когда вот ради такого же хайпа и люди, блогеры тоже занимаются примерно тем же самым. И иногда в наше непростое время становится очень сложно уже отличить, это вообще человек-блогер или это животное-блогер. Вот ровно этим мы сейчас и займемся. Попытаемся отделить одно от другого в нашей постоянной рубрике. Кто это сделал, а? Я буду вам показывать какую-то картинку или какой-то факт рассказывать. Вам нужно будет понять, это сделал блогер-человек или блогер-животное. Так, хорошо. И так мы поймем, как работает логика у тех и у других. Вот смотрите, первый факт. Кто выпустил свою автобиографию с названием «Здорово, бандиты, мечтай и ничего не бойся». И варианты, просто на всякий случай. Валя Карнавал или Кабан Мэня. Это, собственно, вот эта фотография. Это реальные персонажи. Похоже, что Кабан, как думаешь, тоже. «Здорово, бандиты, мечтай и ничего не бойся». Кабанчика, да. Я понимаю, что вас ввело в заблуждение. Юный возраст. Валя для автобиографии. Валя Карнавал, это которая ругалась... Боюсь, я не смогу тебе подсказывать. Да с кем же она? Мой максимум... Не-не-не, это был... А с Ларисой Долиной. Да, с Ларисой Долиной. Это я видел. Это просто наша подруга, прекрасная Тона Контридзе, у себя в Инстаграм. Она записала такое большое сообщение. И я после этого посмотрел как раз... Есть о чем писать биографию? И узнал как раз о существовании вот этой вот девушки. Может быть, все-таки Карнавал, Антош? А, сейчас меняются мнения? Нет. Кабан, выберем Кабан. Да, я как бы за Кабана, хотя я не удивлюсь, если это будет... Правильный ответ. Если это будет Валя Карнавал. Бандитами своих подписчиков называет Валя. В свои 19 она уже выпустила автобиографию. Я бы, честно говоря, с удовольствием почитал автобиографию Кабана, но что есть. А идем дальше. Пожалуйста, кто под своей фотографией выложил цитату из Цоя? Доброе утро тебе и таким, как ты. Это была Оля Бузова или Кот Шлепа? Кот Шлепа. Да, я думаю, Бузова. Ладно, я тебя послушаю. Да не надо слушать. Я же тебе рассказала. Вам вообще удачно можно давать разные ответы, и тогда хоть кто-то... Тогда точно кто-то из нас... Кто-то получит правильный балл. Итак, фанат Цоя. Бузов или Кот? Кот, конечно. Ну ладно, Кот. Пусть будет Кот. Бузову сегодня второй раз уже, а вот сегодня прям ее день. И тайный фанат Цоя это... Барабанная дробь. Русский Кот Шлепа. Молодец, Антош. А он, как и Бузова, тоже является герой многих мемасиков. Ну, единственное, пока он не истерил во время прямых эфиров, но у него все впереди. Он начинающий блогер. Все будем изучать. Да. Многие блогеры начинают свою музыкальную карьеру. Сначала блогер, потом музыкант. Но это очевидно совершенно. Сейчас, внимание, кто исполняет песню со следующим текстом? Я зачитываю текст. Бегу по тропинке в голове ля-ля-ля, о, вижу тебя, я тебя съем, иди сюда. Кто бы это мог быть, Мия Бойко или ежик Мистер Поки? Мия Бойко, конечно. Кровь из мозга просто у меня сейчас. Мия. Это Мия, Мия, 100%. Ее слог. Да, я только думала по фото, что это Клава Кока почему-то. Конечно. А сейчас все люди похожи. А мне показалось, что это одна из девочек из группы Кис-Кис. Но, видимо, я ошибаюсь. Ну, есть такая... Покажите нам правильный ответ. Кто написал песню «Бегу по тропинке в голове ля-ля, вижу тебя, я тебя съем, иди сюда». Во-первых, ты совершенно правильно догадался, если бы это ежик написал, там было бы не ля-ля-ля, а фыр-фыр-фыр, естественно, очевидно. Пых-пых-пых. Во-вторых, я уверен, что... Или пых-пых-пых. Это я по-белорусски. Фыр-фыр по-белорусски, пых-пых. Мне кажется, ежик бы чуть больше времени потратил на создание этого текста. Да, да. Да, тут как бы... Хорошо. Так, попали. Кому из следующих блогеров в комментариях написали «Ты похож на Криса Хемсфорта?» Антону Лапенко или ящерице Прингл? Господи, мы его как раз видели... Антон или ящерице? ...дня назад на фестивале Стареллета. Антона, видимо. С одной певицей, которая там тоже выступала. Не знаю, это секретная информация. Ну что, похож Антон на Криса Хемсфорта? Или ящерица похожа на Криса Хемсфорта? У Антона много разных образов. У него много, он может... Наверное, Антон. Вспомните Антона. Вспомните любую ящерицу. Я за Антона. А я за ящерицу. Разумно. Вот это всегда покупайте два лотерейных билета. И правильный ответ. Ящерка. И вот почему. Опаньки. Смотрите. Вот все, как ты любишь. Покажите. Ну. Ну вот же. Понимаешь? Ну конечно. В образе Тора. Ну какой злопенко. Ну понимаешь, ну конечно. Тор. Ну правда, о чем? А вот зверушка в челюстской одежде. Это всегда прекрасно. Ну и сейчас замечательное будет совершенно. Кто из следующих двух блогеров стал известным благодаря песне I Wanna Dance? Майстер Евгений Панасенков или кошка Минет? Панасенков, конечно. Панасенков, простите. Евгений Панасенков. Он нас убьет. Да? Перекутали его фамилию. Да? Все? Он с ним знаком? Или кого? Я с ним не знаком. Слава богу. Я после включу вам музыку? Да. Да, да, да. Это он танцевал, по-моему. Он под это танцевал, да? Я, по-моему, даже где-то это видел, да. Это и так. Я могу ошибаться. Евгений Панасенков или кошка? Может быть, я фантазирую, мне хочется, чтобы это было так. Интересные мечты. Ну, все сбывается. Это вообще... Кошка или Евгений? Евгений. Евгений. Пожалуйста, правильный ответ. Ты смотри. Нет, возможно, возможно. Я не согласен. Я не согласен. Возможно, Евгений Панасенков где-то как-то. Но, к сожалению, мимать им это не стало. Мы сейчас покажем. Смотрите, пожалуйста. Ну, что? Да. Изначально под I wanna dance эта кошечка крутила головой. А потом стали подкладывать под абсолютно любую музыку и понеслась. Да. Но Панасенков... Евгений тоже наверняка... Я где-то плясал под какую-то такую электронную композицию. Очень смешно это я видел. Ну, не завирусился. А кошка завирусилась, понимаешь? Не завирусился, да. Друзья, у нас маленькая техпауза. Вернемся и поговорим про Содержанок. О, да. Во время. Саша Ревенко и Антон Свидов у нас в гостях. Мы продолжаем. Как раз вот про Достоевского вспоминали. И вот, пожалуйста, смотри, какой чудесный танцевальный флешмоб из Петербурга. Поговорим о третьем сезоне сериала Содержанки. Третий уже сезон, представляете? Это говорит о мною. Выходит, естественно, в видеосервисе Старт. Бегом всем смотреть. А для Антона это интересный новый опыт. Ну, то есть во втором сезоне, я так понимаю, звучала твоя музыка. Да. А в третьем сезоне ты присоединился уже и... С Антона начинается первая серия. А как вы яхту назовете, так она и поплывется. Да, я сегодня уже видел, что как раз Старт выложил, значит, что 55 миллионов просмотров. Да, я написал, что, ну, потому что правильные актеры, наконец, начали играть в новом сезоне. Да, было интересно. На самом деле, было достаточно легко на площадке. Я немножко волновался, нервничал до, но мне очень помог Вова Мишуков, который, собственно, один из главных героев. И, ну, спойлерить, наверное, я не буду. Давай попробуем, да, обойти. Да, ну, в общем, короче, да. И, в общем, вы играете в одном сериале. Мой герой, да, имеет некую связь, да, с персонажем Вовы. Вот. И Вова накануне, значит, первого съелочного дня, он мне прям такой провел мини-тренинг дистанционный. Прислал вообще такую инструкцию, как и что надо делать, и вот как себя чувствовать на площадке. И вот если будет что-то не получаться вообще, как делать, ну, как, значит, выходить из этой ситуации и так далее, и так далее. И как-то мне, когда мы начали уже снимать, все, вообще, все было легко, и как-то интересно, и здорово. Я горжусь Антоном, он молодец, он профессионал. Саша, это с первого сезона в этом сериале? Я с первого сезона, да. Прямо с первого дня? Я даже дослужилась до постера к третьему сезону. Попала. Это линия, да? Ваши герои как-то пересекаются, взаимодействуют? Соприкоснутся. За руку? Не скажу. Понял, хорошо. Мы соприкоснемся. Ну, а дома, кстати, вы как-то работаете? Соприкосаемся. Ну, сценарий, вы работаете, проходите, как-то Саша тоже, может быть, делится. Мы прошли, мы прошли слова. Да. Вот это же удобно, да, как бы прям все? Порепетировали. Порепетировали. Дома. Сразу готовы. Семейный подряд. Всегда. В одном вагончике, обедом вместе. Опять же, можно сэкономить, когда семью снимаешь. Действительно, зачем вам два разных гримвагена в один? Так и есть. Да? Один обед на двоих можно, если что. Ну, я не знаю. Ну, мне очень нравилось с Антоном на площадке. Потому что для меня это такое необычное чувство, когда твоя семья с тобой на работе. А здесь как-то сразу все эти дни, когда были с Антоном, они сразу веселее. Вон Антон работает над ролью, а я радуюсь. Видно же, как я веселюсь. Ну, юмористический сериал же. А, кстати, вот сейчас чуть в сторону. Если бы была возможность выбирать следующую совместную работу, это была бы работа в кино или вместе поработали бы над песней, может быть, Саша мечтает? Я бы над песней поработала уже. Уже, да, над песней? Хватит уже. Хватит в кино уже, да? Да, согласен, согласен. Внезапно остро спрашиваем и выясняем. Вот она, вот она. Я иногда что-то напеваю Антону в диктофон. Да, она, кстати, действительно иногда что-то такое очень-очень неплохое. Я сам прям попросил ее как-то в один из последних разов. Я говорю, что ты напеваешь? Она говорит, не знаю, просто пришло в голову. Я говорю, ну, запиши. Вот. Поэтому, может быть, когда-нибудь. Я, опять же, возвращаясь к нашей великой Ольге Брузовой, хочу сказать, что она абсолютно права в том смысле, что, ну, очень многим людям действительно от природы дано сочинять музыку. Это правда. Просто имеет смысл развивать это. Но, действительно, это не так уж и, скажем так, не так уж сложно сочинять мелодии, на самом-то деле. Если вы любите музыку. Стоит начать, действительно. Стоит начать и включить диктофон. И включить диктофон во время. А все три сезона снимали разные режиссеры. Да. Отличаются как-то сезоны по настроению, по подаче, в зависимости от характера, настроения на площадке? Ну, в третьем сезоне все очень было стремительно, резко, все по делу. Ну, мой персонаж... Режиссер Юрий Мороз. Да, режиссер Юрий Мороз. Мой персонаж стал старше Мэ, Катя. И я, наконец-то, со взрослыми теперь, играю по взрослой игре. Поэтому, конечно, для меня третий сезон — это особенный сезон. Потому что до этого я школьница, еще чего-то не могла делать, чего делали другие, можно так сказать. Пошла, так сказать, по неправильной дорожке, скажем. Да, вместе со всеми шагаю. По сериалу-то твоя героиня, Катя, очень амбициозная такая. Ну, такая, да. Ну, вот только в третьем сезоне раскроются все ее амбиции. Классический вопрос. А у тебя в жизни бывает так? Это как-то похоже на героиня какие-то? Бывают проявления внезапно пробиванные такие? Нет, не похоже. Я вот уже не первый раз играю школьницу. То есть это в те сезоны, первый, второй, там еще была школьницей. Еще когда играла школьницу у Кирилла Семеновича в ученике, я прям, оглядываясь на себя в школьные годы, расстраивалась, что я была такой хорошей, примерной девочкой. А могла? А могла просто... Зато встретила Антона. Могла хотя бы шорты короткие носить. Хотя бы. Вот. Такой сериал. Такая героиня. А дальше-то там что будет? Ой. Кстати, вряд ли такие люди есть, но все-таки, чисто теоретически, возможно, только из-за тебя фанаты Тесла Бой присоединятся к третьему сезону. Они... Ну, их два-три... Я не смыслаю армию поклонников, которые не видели первые два сезона, их два-то человек. Они поймут, о чем сериал? Просто третий сезон можно отдельно смотреть? Без первого-второго. Или все-таки... Вопрос. По ощущениям. Вопрос. Мне кажется, что в целом, наверное, будет интересно, да? Но, конечно, наверное, для полноты и, так сказать, глубины понимания героев, наверное, все-таки нужно посмотреть. Это же целая вселенная. Я-то понимаю. Я-то с вами с самого начала. Можно, конечно, смотреть, но, я думаю, больше удовольствия все-таки получишь, если ты посмотришь с самого начала. Тогда выучишь все фамилии. Потому что там есть интересные трансформации и раскрытия. Это вот, на самом деле, это та тема, которая... Интересно, почему все-таки есть вот это преимущество, да, у сериалов перед кино, потому что, поскольку очень много времени просто герой проводит на глазах у зрителя, он может действительно раскрываться намного, ну, как бы, интереснее, как бы, дольше и вообще проходить разные трансформации. То есть, может оказаться, что, не знаю, какой-нибудь там тихушник, да, там, весь первый сезон, там, во втором он начинает, не знаю, делать какой-то совершенно какие-то трэшовые вещи. Поэтому, поэтому, да, я думаю, что лучше все-таки сначала. Take your time. На платформе Start, соответственно. Слушайте, а как вы... Ну, вот сегодня как-то вы обходите все эти спойлерные моменты, а друзья, знакомые же, ну, спрашивают же наверняка, ну, что там дальше? Как вообще обходить все эти вот... Все хотят посмотреть, и очень многие ждут, когда выйдет весь... Говорят, не рассказывайте. Да, 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 вот как раз... А вот те, кто, наоборот, говорят, ну, расскажи, расскажи. Таких, кстати, у меня не было вообще. Нет, никто. Вот Тону я сегодня встретила. А, да, она тебя пыталась выкатить. Она говорит, да, говорит, что посмотрела первую серию, говорит, ну, что там дальше расскажи. А, не надо, не рассказывай сама. Вот так и надо, вот так и так, молодцы. А к тебе вопрос, кстати. Ты, значит, пока, насколько я понимаю, сыграл, я имею в виду, кинороли. Все равно это какой-то, ну, не камео, это роли, но человек, имеющий отношение к искусству. То есть там кино, музыкант, актер, звукорежиссер, соответственно. А нет у тебя желания как-то расширить свой кинематографический опыт и, не знаю, в боевике сняться, там, ты же Акидо, там, да? Как бы вот это все, может быть, а? Да. Не зовут пока? Антон должен быть моряком. Это мне вот как-то... Морячком, например, действительно, да. Что Антон должен плыть где-то по холодному морю. Куда-то, как можно дальше. Мы про кино все еще говорим? Про кино и смотреть вдаль, мне кажется, вот такое кино крутит, хаос лютый, северный, скандинавский. Слушайте, вы, кстати, вы хорошо, вы можете продаваться. Накидывайте, накидывайте. Вы, да, в общем, уже, в принципе, все обрисовали. Ну, я бы, мне интересно было бы, да, сыграть что-то не связанное, да, с музыкальной деятельностью. Продюсеры. Да, было бы интересно. Действительно, просто здесь, как бы, должно совпать, поскольку это все равно, ну, не моя основная профессиональная деятельность, да, поэтому я буду прежде всего отталкиваться, конечно же, от гонорара, естественно. Вот. Ну, на самом деле, самое главное будет, естественно, сам, скажем так, да, сама история, да, то есть она будет важна, поэтому что-то у вас как-то потух сразу взгляд. Нет, нет, я... Ну, в смысле, истории мало хороших. Не поверишь. Интересно. Не, у меня... Сто. Сто, да. Рублей? Сто рублей, да. Долларов. Сто долларов. Хорошо. Нет, на самом деле, вот есть фильмы, которые... Я дикий фанат Тарантино и Скорцезе, и есть фильмы, которые Саша уже просто не может, когда я пересматриваю одни и те же сцены. Например, есть фильм «Бесславные ублюдки», да, где абсолютно, мне кажется, гениальная такая игра актеров, и я вот могу пересматривать, и когда я смотрю что-то подобное, да, или, например, там, не знаю, «Казино» Скорцезе, да, или там «Славные парни», да, Скорцезе, или... Не знаю, там, «Матрица» — это, конечно, немножко другое, но тем не менее. Я прям очень и очень вдохновляюсь игрой актеров, но не могу сказать, что вот именно что-то такое хотелось бы сыграть, но, как бы, такая мысль где-то в уголке сознания промелькает. А вот... Вот бы мне бы вот в эту вселенную что-нибудь такое. Кстати, раз уж мы заговорили о чужих посторонних нам режиссерах и фильмах, содержанки выходят, собственно, вот сейчас, да, в прокат, и ваши, мы тут подготовились, конкуренты, значит, Локи, ну, из вселенной Марвел, да, понимаете, о чем я говорю? Те, кто понимают, те, понимают, о чем я говорю. Почему женщины убивают второй сезон, хотя, может, из первого поняши они убивают почему угодно. Сплетницу новая от HBO выходит, ну, и много-много чего еще. Во-первых, конкуренция хорошая, конечно, такая, вот, тем не хотел узнать, какие сериалы, а, вы любите, есть ли такой сериал, который прям за поем посмотрели, вот, начали и не смогли оторваться, есть, наоборот, сериал, который вам все активно рекламировали, говорили, классный, посмотри, вы начали и отплеваться не смогли. Про сериальчики, в двух словах. Сашуль, какие мы сериалы? Ну, что мы из последнего? Ну, что будем? Из нашего. Пойдем прямо вот как есть? По правде, не, ну, это не стыдно, можно признаться, Игра престолов нормальная, хороший сериал. По правде, Псих мы посмотрели с удовольствием. Псих? Сериал Псих? А, господи, я отчего. Да, сериал Псих с Богомоловым. Ну, это про Богомолов. Ну, собственно, Богомолов, да. Хороший, классный сериал, понравился. И мы посмотрели с удовольствием, погрузились полностью в историю Перевал Дятлова. Да, да, Перевал Дятлова очень понравился. Мы прям стали, мне кажется, еще чуть-чуть. На ТВ3 у нас, как продюсеры, были в гостях, конечно. Мы бы пошли в... Классно. Да, здорово сделано, и ребята все классно очень играют там. Ну, как-то вообще все там хорошо. Ладно, наше сериальное промо подняли, и импортное что-нибудь. Импортное, что мы из импортного-то? Я почему-то... Антоша документальный смотрит музыкальный. Я просто фанат, да, я смотрел, это документальный сериал, называется Wild Wild Country. Это про духовного лидера, духовного лидера Оша, да, ну, смотрели, да? Это потрясающе. На самом деле, я сейчас всем рекомендую. Прям советы. Это просто настолько круто и настолько странно, и не укладывается в голове, что это реально было. Что это вообще происходило еще и в Америке, то есть это очень здорово. И там классные такие архивные кадры, все это так классно нарезанное. И это очень интересно. Ну, я очень много смотрю, конечно, документалок про музыкантов, потрясающее документальное кино про Майлса Дэвиса. Ну, это не сериал, это просто. Да, это не сериал. Ну, это хороший очень. Даже, по-моему, по телевизору показывали, правда, очень хороший. А из сериалов, ну, вот я люблю Каменский. А, Метод Каменский. Метод Каменский. Смотрел третий уже? Вот третий еще, я еще не посмотрел. Гениальный, гениальный. Ребята, если вы не видели метод Камин вообще, не понимаю, зачем телевизор включать. Вот это мне очень нравится. Обязательно. Это мое. Классно, классно. Но с сегодняшнего дня мы смотрим содержанок. Да. Вот все, что мы назвали, потом. Только. Сначала. Да? Правильно все? Я не сомневаюсь, что его смотрят. Восемь серий. Одна уже вышла, остальные вот-вот. Пока мы снимем уже 56 миллионов. А, по-моему, как раз сегодня выходит вторая, в ночь. Вот. Сегодня в ночь выходит вторая серия. Я бы и Саша пытался это вытащить. Все правильно. На видеоплатформе старт, понимаете? Вторая. Ну, либо дождитесь, правда, когда все вы где-то посмотрите уже за поем за один день. Есть такие. Ну, это выдержка у людей, конечно. Да. Воля. Возможно. Я понимаю, там, за ночь всех ходячих мертвецов посмотреть, конечно, это да. А тут результат... Мертвецов, да? Да, конечно, конечно. Ну, это не стыдно, это можно в этом признаться. Итоги голосования, где вы познакомились со своей половинкой. Сейчас мне все расскажут. Пожалуйста. Были врагами, стали парой 12% наших зрителей. Ух ты. Понимаешь? Вот это да. Любовь с первого взгляда 24%, 25% почти. Так. И все остальные, соответственно, были друзьями, стали парой 63%. Вот. А говорят, что нет любви между мужчиной и женщиной. Да, нет. Ну, то есть в любом случае она либо заканчивается отношениями, либо люди разбегаются. Либо одно, либо другое. Да? Правильно? Все правильно. Дружба, любовь. Правильно. Что я не так сказал? Все так. Итак, чем мы хотели бы еще с вами побаловаться? Интерактивчик еще один. Ух ты. Как я и говорил, пара зачистили к нам в гости. И что любопытно, почти все неженаты. Хотя и как бы вместе, да? А когда мы узнали, что вы придете к нам в гости, мы это анонсировали, естественно, на «Одноклассниках». Все сказали, какие вы замечательные, какие вы красивая пара, вы такие лапы вообще. Все прям му-му-му. Вот это вот все. Столько лет вы вместе уже. И? Пять. Вот. Мы ни к чему вас не... Это был вопрос, наверное. Да, это был первый вопрос, и молодцы. Это был первый вопрос. И так, Саша, ты выиграла. Да, да. Ни к чему не подталкиваем. Ничего не... Вообще мы за, как бы, за свободу выбора. Когда свадьба. Просто хотим, чтобы вы посмотрели еще раз друг на друга, возможно, под другим углом. Да. Просто немножко внести свежую струю в ваши отношения. Возможно, она вам нужна. А может быть и нет. Тогда и не принимайте, как бы, к сердцу. Тем не менее, наша постоянная любимая рубрика «А чего не жениться?» Субтитры делал DimaTorzok Али Аморин в отношениях же сердечных ищет одну единственную. Умеет читать. Любит сидеть нога на ногу. Готов стать папой. Ищет ту, которая сможет предложить свой зонтик. Хочет осыпать вторую половинку розой. Признается, что будет внимательно следить за своей избранницей. Антон любит кофе с собой. Но предпочел бы кофе с тобой. Классно! Мне очень нравится! Спасибо! Очень классное видео! Как тебе наш жених? Мне очень нравится. Очень. Хороший. Очень хороший. Любопытно, совпадут ли оценки наших гостей. Давайте посмотрим профайл Саши. Очень интересно, что это. Александра Ревенко, 29 лет. Коренная москвичка. Актриса театра и кино. Ищет того единственного, как нашла единственный позу для фотографий. Просто обожает живые изгороди. В восторге от купания с фламинго. Без ума от занятий спортом. Мечтает о мужчине, который предложит ей свой зонтик. И признается, что размер клавишных не имеет значения. Покажет красный флаг тому, кто не оценит ее головный убор. Александра нашла свою четвертинку. И теперь находится в поисках половинки. Классно, очень классно. Как тебе наша Саша? Хорошая, хорошая. Ну, ты идеальная же пара. Ну, правда, ничего. Казалось бы, да? Нет, вообще все идеально. Я посмотрела на нас, отстраненным взглядом. Нормально, да? Мы такие серьезные ребята. К нам как бы вот так вот... На хромой козе как бы. Вообще нет. Сашенька, я знаю, ты увлекаешься астрологией. Ты проверяла ваши знаки? Вы подходите друг к другу? Ну, по знакам подходим. А так вот по картам? А раскидывала как бы, да, вот это все? Да, не раскидывала. Там смешной момент по поводу того, что родился в Минске, но сейчас живет в Москве. Я просто... Дело в том, что меня перевезли в Москву. Ну, как вы думаете, когда мне сколько было? Пять попробую. Пять? Лет? Да, нет. Ну, почти, только месяцев. Пять лет. Ну, цифру года. Я просто подумал, что это хорошая вообще история для какого-нибудь документального фильма. Или для биографии, да, вообще. Родился в Минске, да, но сейчас живу в Москве. А как давно вы живете в Москве? Ну, примерно 41 год, 40 лет и там сколько, да, 7 месяцев, да. Как у Жванецкого, как давно я не был в Париже. Вы давно не были? Ну, мне примерно 40, и примерно 40 же я не был в Париже. Да, примерно 40 лет. Примерно так. Кстати, я тоже заглянул в гороскоп, и вы что, выяснил? Так, так, так. Боже мой. Да? Сегодня отличный день для стрижки. Волосы будут пышными и здоровыми. Не знаю, какое это отношение имеет к вашей паре, но это все то, что принес мне сегодняшний гороскоп. Я, кстати, прислушиваюсь к календарю стрижек. Подстрижешь меня сегодня? Мне очень нравится, как у ретроградного Меркурия такой аккаунт. Называется этот календарь. Называется «Долбанный календарь стрижек». Долбанный календарь стрижек? Да, потому что все всегда спрашивают, когда же им стричься, когда же краситься. Поэтому без него уже не так. Мне, кстати, перед тем, как я вышел сюда, вот прекрасная девушка-гример сказала, да, конечно, брови надо вам подстричь, Антон. Сегодня, Антош. Да, вот. Простите, я не с подстриженными бровями, но, судя по гороскопу, я сегодня этим займусь. Хороший день для стрижки. Новый аккаунт заводить «Долбанные брови» просто. Это просто вам будут фотографии. Брови обязательно, да, возьмите. Смотрите, вы оба очень модные люди. Да? Это видно. Ну, а что, а конец? Ну, а что? Сейчас вот представьте себе ситуацию. Ну, естественно. Сейчас мы такая вот. Ну, естественно. С травим пару немножечко. Посмотрим, как они в кризисной ситуации. Осталась дома одна пустая полка. Если мне придется попросить Сашу сделать чаю? Это забыл. Надо побороться за пустую полку для вещей. Антон, какие аргументы, что эта полка должна стать твоей? Если, что мне нужна пустая полка для вещей? Да, все полки заняты, осталось всего одна полка, ты хочешь ее себе. Вы знаете, мне сейчас очень сложно ответить на этот вопрос, потому что я из тех мужчин, к сожалению или к счастью, которые, если полка занята, то я просто бросаю все на пол. Это правда. И что Саша очень... Не бесит. Почему? Я тоже стала бросать на пол. А, она стала тоже. Она сначала бесит, а потом стала на пол. Пять лет я, да, просто пыталась... Поэтому все полка занята, я просто... Ну, я и... Полная совместительность, полная ассимиляция просто. Да. Поэтому я, друзья мои... Я поддерживаю теперь Антона в этом. Просто бросайте все на пол. Осталось последнее, то, ради чего, собственно, и снимается наша программа. Это, конечно же, сюрприз от жениха. Антон, что ты нам приготовил? Со стороны жениха. Друзья, я после того, как переехал из Минска в Москву недавно, вот, значит, я подумал, что для сегодняшнего дня, ну, где-то так сходилось вообще по всем астрологическим прогнозам, я, ну, художник что, картину дарит? Что дарит музыкант? Песню? Ты? Да. Маленькая техпауза, мы найдем, на чем бы Антон мог поиграть. Я решил прийти с песней. Да, и Антон нам обязательно что-нибудь споет. Оставайтесь с нами. Ну, и, конечно, низкий поклон. 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 проспект который звучит во втором сезоне сериала содержанки а сейчас в эти непростые волнительные времена песня о непростой и сложной любви под названием ватикан если не хватает воли Божество часто ведет боли Зачем же ты все куришь И куришь всему виной Радрогранными кури Да простят меня святые Но этот мир впадает в уныние Нас не спасут ни деньги Ватикон бог хочет на кушетке Сига аналитика Ну как не быть с тобою Ведь мы не фотоаболим И что там нафантазировал Не то подумал, не, не то подумал Прости, мой друг Прости, мой друг Не оправдал Не оправдал Инстинкт, ты в рот Инстинкт, ты в рот Я видишь, ты гетеросексуал Прости, мой друг Прости, мой друг Не оправдал Не оправдал Инстинкт, ты в рот Инстинкт, ты в рот Я видишь, ты гетеросексуал Закалены, как самурай И все равно мы выгораем Зачем же ты все тратишь и тратишь Снимаешь стресс На незнакомых кроватях Думаю, что мы доказали На беговых дорожках в зале И хочется отчиститься полностью Признав, что отношения имеют срок годности Но как мне быть с тобой Ведь мы не фотоопомним И что-то нафантазировал Не то подумал Не, не то подумал Прости, мой друг Прости, мой друг Не оправдал Не оправдал Инстинкт, ты в рот Инстинкт, ты в рот Я видишь, ты гетеросексуал 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 ну что ж судя по аплодисментам песня зашла ну а следующая композиция про сны и про то как мы можем в них мечтать и путешествовать конечно же называется это на древмашин Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 А так, ну, нас, собственно, включайте, как обычно, в следующий четверг в прямом эфире в 8 вечера. Сергей Бездруков у нас будет в гостях, мы заканчиваем этот сезон, потом будете скучать, на лето мы уйдем в отпуск, так что не пропускайте, присоединяйтесь, смотрите. Все, спасибо еще раз огромное. Спасибо. Продолжение следует...